довелось работать, и было очень классно вместе проект делать. Сегодняшний доклад достаточно интересен, он немножко не про интеграцию, но про интересное и связанное с другим саповским облачным продуктом ERPA Intelligent RPA. Итак, Иван, представляю тебе слово. Да, добрый день. Значит, меня зовут Шашурин Иван. Сегодня я вам расскажу про такой продукт, как SAP Conversational AI, или сокращенно KAI. Это такая облачная платформа, которая существует для того, чтобы реализовывать чат-ботов на платформе SAP. То есть там есть Machine Learning, современные технологии, облако, разные красивые слова. В целом все это выглядит и работает очень неплохо, потому что это купленное решение, а не саповское. Называется Recast AI, которое несколько лет назад было куплено SAP, и сейчас интегрировано в облако, и в саповские решения все глубже интегрируются. Сначала немножко такое рекламное составляющее. Вообще пользователи ботов, кто они такие, это боты, как правило, делятся на две категории. Это боты для клиентов или покупателей, то есть для каких-то внешнего неограниченного круга лиц. Либо боты для сотрудников, то есть автоматизирующие какую-то внутреннюю деятельность компании, чтобы сотрудники общались не друг к другу, а каким-то автоматизированным сервисом. Есть популярные боты, это Google Assistance, Amazon Alexa, Siri, известные всем. И вот у SAP сейчас есть тоже свой бот, он немножко настроен не настолько для такого широкого сегмента, сколько для конкретного там маленьких бизнес-кейсов. Вот справа там представлены некоторые факты, рассказывающие о том, что людям нравятся чат-боты, это стильно, модно, молодежно, о том, что сейчас как бы компании массово внедряют чат-ботов в разных направлениях, потому что это повышает в глазах сотрудников ощущение работы в инновационной компании, а клиентам нравится быстро, оперативно получать ответы. Конечно, иногда это раздражает, наоборот, борьба с ботами, но если есть возможность поговорить и с оператором, и с ботом, то обычно это все гораздо лучше, чем только с оператором. Вообще, зачем часто используются боты? Первая причина – это то, что в современных промышленных системах, типа SAP, есть очень большие нагруженные интерфейсы, вот как на картинке, какие-то менюшки, очень много кнопок. Когда ты работаешь с ними каждый день, это удобно. Если ты открываешь их раз в несколько месяцев, например, то это сложно, ты забываешь, это ненаглядно, это надо учиться этому, это психологически разочаровывает тебя. Чаты – это современно, понятно, как мессенджеры, общение с людьми. То есть это гораздо более интуитивно понятный интерфейс. Поэтому чат-боты могут быть использованы для того, чтобы упростить какой-то интерфейс с системой, с которой не слишком часто человек работает. То есть, возможно, в 10 кликов по кнопкам будет сделать быстрее, чем переписываться с ботом, но зато с ботом переписываться может любой, а 10 кнопок знают не все. Ну и плюс боты отвечают 2.4 на 7 и всегда доступны, в отличие, опять-таки, от каких-то колл-центров или операторов, которые могут за вас что-то нажать. В целом, как САП предлагает использовать ботов? Ну, например, какие-то там закупки сотрудникам каких-то вещей, там, не знаю, бумагу он хочет заказать, или там еду в офисе, еще что-то. То есть какие-то популярные варианты того, что сотрудники могут заказывать внутри, автоматировать сбор этот через чат бота. Либо там, наоборот, для клиентов, там, заказ кредитки или заказ какой-то услуги, типсированный со стороны бота не через колл-центр, а через, соответственно, бота. Сброс паролей пользователей. То есть пользователь залочил себя в какой-то системе, не пишет каким-то админом, а общается с ботом и через авторизацию там, восстанавливает в другом месте там пароль себе. Просто как прием жалоб, то есть не только через почту, но и там через бота, чтобы бот мог уточнить что-то. Какие-то карты офиса, там, например, принтер общения с внутренними службами, там, HR или бухгалтерией, или еще кем-то. Ну, в целом, соответственно, САП пропагандирует такую идею, что есть компании ритейловые, у которых есть пиковые периоды. Например, под Новый год, когда кратно растет выручка, и у одной из компаний клиентов САПовских была идея, что они наращивали колл-центр в 4 раза на эти 2 месяца. То есть нанимали людей, находили их место, обучали и так далее. Это, ну, крайне сложно и дорого, и организационно сложно. А если приложить деятельность на ботов, то боты масштабируются, соответственно, легко, просто и так далее. В целом, как бы, все боты делятся на какой-то факт, да, то есть ответы на вопросы какие-то популярные, направления пользователя куда-то, ну, то есть вот по карте, куда пойти, какую систему открыть, либо какие-то примитивные задачи. Вот там что-то заказать, сбросить пароль, оставить заявку, ну, то есть какие-то такие точечные задачки. Как вообще создаются в целом боты? Первый этап — это обучение языку. То есть подразумевается, что к боту надо обращаться на естественном языке, значит, должна быть какая-то модель, там, русский, английский, еще какие-то языки, которые преобразуют естественный язык в какие-то токены, которые можно потом обрабатывать. Вот эта часть реализована как раз в платформе KAYA. Вторая часть — это построение логики. То есть на основе этих токенов, которые, там, первый этап сумел построить, мы делаем вывод, по сути правила, если то. То есть если были такие-то токены, то делаем то-то, то-то, ну, или какая-то еще логика. Соответственно, это какие-то навыки. Третье — это интеграция с какими-то backend-системами. То есть если у нас бот изолирован, то это просто бот поболтать. То есть это какой-то чат, который, там, для развлечения. Для того, чтобы он выполнял полезную функцию, он должен быть интегрирован с какими-то внешними системами, чтобы создавать там что-то, подгружать оттуда информацию и так далее. Следующий кусок — это интеграция с юзер-интерфейс. Как правило, это интеграция с какими-нибудь существующими мессенджерами, либо веб-форумы на сайте, либо вот там Skype, Facebook мессенджер, там, Telegram, еще какие-то варианты. Для того, чтобы пользователь мог переписываться там в удобном приложении, которое у него уже установлено и так далее. Ну и на все это, как бы, мониторинг, который собирает статистику, анализирует результаты и так далее. Как бы, вот платформа Subcaya, она уже имеет модель языков. Английский, немецкий, русский, другие, там, десяток языков. Забегая вперед, английский, немецкий, там, он знает превосходно, русский тоже знает, но хуже. То есть, не все он так хорошо строит, но работать может. Соответственно, имеет интерфейс в виде веб-страничек для разработки этих ботов и логики. Есть готовые коннекторы к юзер-интерфейсам. Справа список того, что может, соответственно, с чем интегрироваться сейчас из коробки Kai. Ну, для России самый актуальный это Skype, Microsoft Teams и Telegram. Соответственно, имеется в 2B, точнее, имеется интеграция с SAP-овскими решениями и сразу преднастроенные боты для работы в SAP-овских решениях. Пока этого нет, в roadmap это стоит на конец 2020 года. Это предполагает несколько ботов для интеграции с SuccessFactors и с Concur. То есть, для того, чтобы оставлять, например, заявление на отпуск через бота или получать информацию о командировках тоже из конкура через бота. Как бы SAP пропагандирует такую мысль, что когда Fiori только появлялась как технология, сначала тоже нигде не было этих плиток. Но сейчас их все больше и больше и больше, и сейчас это уже известная технология. Вот Kai, он просто находится в начале этого пути. То есть, пока из коробки решений мало, преднастроенных ботов нет, но в roadmap всех продуктов, основных современных, есть развитие интеграции с Kai и создание готовых ботов. И есть инструменты для мониторинга существующих решений, чтобы все посмотреть. Я ездил на цикл семинаров по этому продукту, и на этом цикле показывали пример работающей, который SAP для маркетинговых историй показывает. Это приложение на iPhone. Это кастомная разработка с SAP не связанная, но просто обертка некоторая. В ней реализована интеграция через SingleSign, через S-users. То есть, бот авторизовывает всех пользователей, понимает, кто именно с ним разговаривает. Используется апповский движок Speech-to-Text и Text-to-Speech для того, чтобы преобразовывать аудио информацию в текст. Сам пример — это так называемый visit-report. Идея такая, что менеджер SAP сходил к какому-то клиенту, поговорил с ним, вышел от него, садился в машину, едет к себе в офис. И пока он едет к себе в офис, он голосовым управлением может создать отчет о том, что он посетил такого-то клиента, произошло то-то-то. Соответственно, пользователь может всю информацию боту отдать порциями, то есть по чуть-чуть, либо целиком, одним текстом бот распознает, поймет, что ему сказали, что ему забыли сказать, может что-то сам уточнить и так далее. Ну и в конце он интегрируется с CRM-системой, создавая этот, соответственно, visit-report. Сейчас я запущу небольшое видео, как раз как работает. Посмотрим. Звук слышно, да? Иван, звук слышно, все в порядке было и видно. А вот сейчас звук, если идет, то его пока не слышно было. Ну ладно, тогда, к сожалению, звук из презентации не транслируется, но общий посыл такой, что голос за кадром произносит слова вот «What can you do for me?» и «Create visit report», «I just visit SAP America» и так далее. А слева голосом Siri бот отвечает ему о том, что он нашел такого клиента, как SAP America, спрашивает «Когда вы сходили?» и так далее. То есть бот знает, что для создания visit-report необходимо заполнить ряд полей, таких как «Кому сходил?», «Когда сходил?», «Сколько она длилась?», «Какого типа была встреча?» техническая, коммерческая или какая-то другая тема. И он задает уточняющие вопросы. А пользователь просто голосом проговаривает, все это распознается, и бот, соответственно, заполняет невидимую у себя внутри анкетку вот этого visit-report. И когда он закончит, он все это соберет в единый запрос и по API отправит в CRM для того, чтобы создать. Вот. Ну, общий посыл, как бы, что это голосовое взаимодействие, в котором пользователь может отвечать в разном порядке, отвечать на вопросы, сразу отвечать на вопросы наперед, и бот будет понимать, что это за вопрос и так далее. Как он это делает, мы там дальше посмотрим. Вот. Ну и по итогу он там дает ссылку на этот репорт, чтобы его открыть и посмотреть, что физически там он создался. Вот. Ну, как бы, в целом, не знаю, насколько важный слайд, но SAP здесь публично рассказывает, сколько стоит это решение. Оно не очень дорогое относительно других SAP-ских решений. Оно стоит от 23 до 30 евроцентов за один чат в месяц. Под чатом подразумевается общение между ботом и человеком, которое сколько-то длится, а если в течение 15 минут молчания, то есть пользователь больше ничего не пишет боту, считается, что чат завершился. И новое общение начинается, как бы, как новый чат, так называемый. То есть бот считает, что сессия завершена и, как бы, живет дальше. Вот каждая такая сессия стоит от 23 до 30 евроцентов. Такой подход к ценообразованию вызван тем, что боты во многом нужны, чтобы заменить колл-центры, а такая метрика, как стоимость разговора в колл-центре, она, ну, используется, как бы, в реальных колл-центрах с людьми, поэтому САП таким образом конкурирует. В САП СНГ, точнее, в СНГ уже есть несколько продаж вот этого решения КАЯ. Два банка продано, насколько я знаю. Какие есть проблемы этого КАЯ? Это цена, во-первых. То есть на фоне САПовских решений он, конечно, дешев очень, но основной конкурент называется Dialogflow. Это решение от Google. Оно стоит, ну, примерно раз в 10 дешевле. То есть в зависимости, у него там другая модель ценообразования, но зависит от разных вариантов диалогов, но все равно в любом случае заметно дешевле. Во-вторых, у него нет режима уведомлений. То есть бот может только реагировать на то, что сказал пользователь. Например, нельзя сделать бота, который там через месяц напомнит, что вы заказывали у нас что-то, хотите заказать еще раз. Только в течение 15 минут после молчания пользователя бот может что-то ему пушить. Следующая важная проблема – это нет out-of-box авторизации. То есть пользователь, когда общается с ботом, бот видит пользователя каждый раз как нового. Он не запоминает, несмотря на то, что, допустим, пользователь пишет через Telegram-аккаунт, то есть авторизован, по номеру телефона. Бот не понимает, что это один и тот же человек, который писал ему вчера и пишет сегодня. Он помнит только сессию. Сессия закончилась, теперь это заново новый пользователь. Если бот должен делать какую-то приватную информацию, предоставлять или какие-то важные заказы, то эту авторизацию надо реализовывать внутри диалогов. Кроме вариантов юзер-интерфейса на Fiori, там интеграция через Single Sion возможно настроить из коробки. Облачность решения, потому что боты часто используются как HR-решение, то есть для общения с кандидатами, еще с кем-то, и многие компании не хотят в облако давать персональные данные, поэтому это смущает. Ну и качество интеграции с бэкэнд-системами, существующие возможности КАИ, они достаточно ограничены. И с большой вероятностью какой-то middleware еще потребуется для того, чтобы реализовывать преобразование каких-то API друг к другу и так далее. То есть он по мощности гораздо меньше, чем CPI или PO с точки зрения адаптеров и так далее. Ну, здесь такой большой роудмэп, который, наверное, в презентации кому интересно потом посмотрят. Ну, ключевое, что вот будут готовые боты, будут юнит-тесты для ботов, со временем будет автоматическая генерация ботов на основании истории диалогов, будет диалоги, будет возможность включать человека в диалог, то есть сейчас только человек-бот может общаться, то есть клиент и бот, а можно будет добавлять туда оператора. Возможность маркетплейса, где можно будет продавать своих ботов. То есть если одна компания реализовала, то другая может у нее купить через тоже эту платформу КАИ. Ну, как бы общее описание заканчиваем, переходим как бы к самому описанию, как боты работают внутри платформы. В целом, примерно вот как на картинке изображенного. То есть есть юзер-интерфейс, который поставляет нам сообщения от пользователя. Потом какая-то магия, которая называется Nature Language Processing. Это обработка естественного языка. Какой-то набор логики. В случае КАИ это практически и фэлс, просто сложно завуалированный. И какой-то API, то есть какие-то вызовы внешних систем. Остановимся на вот этой магии, как происходит распознавание речи. Первое, это такая сущность, как интент. Это намерение. Это какой-то глагол. То есть то, что хотел сделать пользователь, исходя из того, что он написал. Например, кто-то напишет, я голодный, я хотел на обед, там в желатке ворчит. А бот знает, что он понимает три намерения. Поздороваться, человек хочет кушать, человек хочет узнать погоду. Он смотрит на эти тексты и понимает, что наиболее подходящее это съесть что-нибудь. То есть несмотря на то, что тексты совсем разные, он пытается вычленить намерения, которые заранее настраиваются и так далее. Это вот первый токен, который выделяет КАИ. Второй тип токенов, который выделяет КАИ, это сущности, это entity. То есть если намерение это глагол, как правило, то entity это какие-то ключевые существительные, которые надо выделить. Изначально в КАИ есть 31 базовая сущность, и можно добавлять свои. Например, там сущности, как дата-время, место, названия какие-то. То есть, например, слово сегодня это дата. Если там написано 10 сентября 2020-го, это тоже дата, хотя они написаны совсем по-разному. Вот пример. В следующем месяце я еду в отпуск с женой Софией. В следующем месяце это дата. София – это имя. Это два ключевых токена, которые он там выделит. Плюс есть понятие памяти. То есть возможность сохранять между разными сообщениями, которые присылает пользователь, информацию. Ну, помните, токены, которые были сказаны в прошлом сообщении. Например, человек присылает второе сообщение у нас. Тогда у нас была запланирована поездка в Софию, Болгария. В данном случае тогда он поймет, что это тоже дата, соответствующая в следующем месяце. То есть он будет понимать, что это одна и та же дата. А София и Болгария – это хоть и то, и то. Там София и София вроде похожи, но это локация, это имя, это разные типы entity. И это можно настраивать. Опять-таки, для английского языка это хорошо работает, для русского – похуже. Но вопрос точечной настройки из коробки похуже. Третий тип ключевой вещи, которую надо настроить – это skills. Это навыки. То есть у нас были намерения, сущности и навыки. Навыки – это то, что делает сам бот. То есть он имеет набор навыков, которые он умеет реализовывать. Например, бронировать переговорку. У каждого навыка есть какие-то триггеры. То есть когда бот понимает, что надо бы запустить именно этот навык. Триггеры могут быть разные. Например, пользователь обнаружил какое-то намерение или какую-то сущность, либо в памяти у него что-то находится, либо человек обратился на каком-то конкретном языке или еще разные варианты, что может запустить попытку обработать данный навык. Каждый навык имеет какие-то требования. То есть то, без чего не выполнит следующий шаг это действие. Например, если у нас будет навык забронирования переговорок, и пользователь напишет «забронируй на завтра переговорку», то бот подумает, что явно речь идет о переговорках, подумает, что тут указана дата на завтра, но не сказано во сколько. То есть дата есть, времени нет. Если я бы разрабатывал такого бота, то в требованиях надо указать две сущности. Сущность дата, сущность время. Так как одна сущность в исходном предложении «забронируй на завтра переговорку» указана, то по ней мы уточняющего вопроса не задаем. А вторая сущность «время» не указана. Поэтому вот задаст вопрос, а во сколько вам нужна переговорка? Если пользователь сразу укажет всю информацию, то бот сразу убедится, что требования выполнены, и перейдет к следующей своей вкладке – это действия. Действия – это могут быть либо HTTP-запросы, то есть в ПКН-системе, либо ответить текст пользователю, либо в своей внутренней памяти что-то изменить, для того чтобы запустить другой навык или еще что-то. Примерно вот таким пайплайном идет преобразование текста от пользователя в ответ бота. То есть приходит текст пользователя, определяется язык, на каком языке к нам пришел запрос, в зависимости от этого запускается разная обработка языковая. Идет определение действия, это понимание, что человек задает нам вопрос или пытается создать просто какую-то заметку, которую не надо пытаться токенизировать, а надо просто сохранить стринг. Или это как раз обычное сообщение, которое надо в токене преобразовать и попытаться найти к нему намерение и так далее. Если это вопрос, то классификация вопросов на да-нет, открытый и так далее. Определение эмоций, позитивное, нейтральное или негативное сообщение, в зависимости от этого можно разные поведения бота настраивать. То есть он, исходя из окраса эмоционального слов, может выставлять такой признак. Поиск, соответственно, entity, поиск подходящего интента и подбор навыка, у которого выполняются, соответственно, данные, ну, навыка, у которого выполнились хотя бы какие-то триггеры. Исходя из этого, запускается ответ бота и идем. Значит, пример работы такого алгоритма. Пользователь нам пишет, я не знаю, что делать. Распознавание естественного языка преобразовывает исходные текстовые сообщения в JSON, в котором разбито на части, ну, вот здесь, например, что он определил, что есть такой-то интент, то есть намерение, как GitHub, с вероятностью 98%, что, скорее всего, это оно. И, то есть он пытается токенизировать, разобраться, на что это похоже и так далее. Раз запускается такое распознанное намерение GitHub, то, например, срабатывает Action, который, то есть навык, который в ответ на наличие такого намерения просто пишет текст там, вот ссылка там, почитай туда-то. то есть, по сути, преобразование входящего сообщения в JSON это вот стандартная работа платформы, а наша работа, то есть разработчика бота, это как, исходя из разных намерений, выполнить разные навыки, какие конкретно, что где дернуть, в каком порядке и так далее. На все это накручен мониторинг, который позволяет анализировать, улучшать, изучать и так далее. То есть мы, как разработчики, мы настраиваем те намерения, сущности и навыки, которые мы хотим сделать для нашего бота. Например, бронирование переговорок. У нас будет там одно намерение забронировать переговорку. Второе, например, поздороваться. Сущности, то есть дата, время, тип переговорки, может быть, еще что-то. Skills, то есть навыки. Какая-то интеграция с backend, интеграция с юзер-интерфейсом, запуск и мониторинг. То есть примерно такой порядок. Теперь переходим к архитектурной части. У нас же техническая конференция. Это показано на экране, базовая архитектура того, как может работать SAP-Kai. В верхней части у нас каналы, как взаимодействовать. То есть это какие-то мессенджеры, SMS, там еще кто-то. В принципе, не очень критично и важно. Kai предоставляет так называемый кусок bot-коннектор. Это набор готовых адаптеров для общения с определенными каналами. Например, если это Telegram, то вам не надо IP делать, еще что-то. Вы просто создаете бота в самом Telegram, он дает вам токен, вы заходите в платформу Kai и вбиваете этот токен. Все, теперь ваш бот в Kai привязан к аккаунту в Telegram. То есть все остальное за вас будет поддерживать платформа. Аналогично делается в других направлениях, в других юзер-интерфейсах, и каждого бота можно прикручивать к нескольким юзер-интерфейсам. То есть он единый логик и будет смотреть в несколько окон. Дальше есть кусок, это сам Dialog Engine. Это как бы рантайм бота. Первая часть это Natural Language Processing, это вот Machine Learning, нейронные сети, которые преобразовывают, ну распознают язык, эмоциональный окрас и так далее. То есть делают всю вот магию, в чем есть основная дороговизная сущность платформы. И Dialog Runtime, это настраиваемая часть, в которой мы как раз настраиваем навыки, умение, которое конкретный бот по нашему желанию там должен выполнять. При этом часть логики можно вынести, ну и предполагается выносить, более сложную логику, просто в виде какого-то самописного кода на Cloud Platform. То есть так как бот имеет ограниченный какой-то набор, то есть вот работа с памятью, что-то по вызову, еще что-то, все. Ну то есть какой-то минимум. Если нам нужно, например, чтобы бот что-то там запоминал, хранил в себе информацию более там большого порядка какого-то, то есть связывал диалоги между собой, помнил пользователей, подгружал в кэш какие-то данные временно между пользователями, то по умолчанию такого функционала в платформе нет, его предполагается реализовывать самописно в Cloud Platform и просто интегрироваться между ними. Ну и, соответственно, есть backend-системы, в которых мы там создаем заявки, черпаем какую-то информацию и так далее. Есть, ну то есть первая архитектура, да, она подразумевает максимальное использование платформы Каи, всех ее возможностей. Второй вариант, ну то есть есть промежуточная, это минимальная архитектура, когда от Каи мы практически отказываемся. Пользователь может, ну точнее клиент может сам сатегрироваться с каким-то своим мессенджером любым, сам поддерживать его API, сам нести какую-то логику на уровне и логики построения диалогов, дерева диалогов, и логики хранения какого-то кейша, сам интегрироваться с backend-системами и так далее. Единственное, что делать, это вызывать Каи для того, чтобы он токенизировал данные, то есть отправить туда текст и в ответ получить нормализованный текст с информацией о бакрайсе, о том, кто что хотел сказать и так далее. То есть использовать только сам вот этот машин-лёрнинг-движок. Это самая там минимальная конфигурация использования Каи. Каждый раз в зависимости от бота, задачи, клиент сам решает, как ему комфортно использовать. Мы, ну я был в составе команды, которая участвовала в саповском хакатоне по реализации любого решения на современных технологиях. Выглядело вот примерно так. И наше решение было в том, что мы должны были автоматизировать процесс онбординга, то есть процесс заказа разных вещей для новых сотрудников, там, допустим, завести ему учетку, забронировать ноутбук, там, завести какую-то задачу, например, на HR, чтобы он встретил человека в нужный день и так далее. То есть некоторый такой процесс онбординга, который надо было автоматизировать с помощью технологии SAP-Kai, то есть вот описываемая платформа SAP-IRPA, это вот роботизированная платформа, которую пару дней назад Сергей Федичкин рассказывал, и SuccessFactors, в котором хранится сама информация о сотрудниках. В нашем случае Kai, это был, ну, некоторый интерфейс, как бы пользовательский, для управления и оркестрации, демонстрации вот работы роботов. Выглядело примерно так. SuccessFactors хранятся информация о сотрудниках, которые прошли по цепочке собеседований и готовы к тому, чтобы там они приняли оффер, готовы к приему на работу, там, нужного числа. Эта информация доступна через веб-интерфейс SuccessFactors. И сотрудник HR, например, руководитель HR в нашей идее, то есть у нас не то, чтобы готовый бизнес-кейс, да, это был, скорее, демонстрация возможностей платформы. В нашем случае это вот руководитель HR, вместо того, чтобы делать это в SuccessFactors, делает это где-то на бегу через Telegram, ну, либо какой-то другой там юзер-интерфейс. Соответственно, приходят сообщения пользователя через юзер-интерфейс, например, через Telegram. Текст и чат-айди, это внутренний идентификатор, который используется в Telegram, присылает информацию, ну, текст в Кае о том, что, например, кто у нас готов к онбордингу, спрашивает Кае. Кае запускает распознавание речи, понимает, что это навык загрузка информации о списке сотрудников. Он делает вызов в IRPA, просто JSON, а что-то п-вызов определенного формата, в котором указывается тип, какого робота запустить. Например, робота, который подгружает информацию в списки готовых к онбордингу сотрудников. И Conversation ID, это идентификатор диалогов, который используется внутри Кае. То есть каждое общение между пользователем и ботом имеют некоторую уникальную ID сессии, которая там со временем умирает. Пока сессия существует, по нему можно обращаться и писать в этот диалог. И Кае поймет, какому из клиентов надо отвечать. IRPA запускает бота, он заходил через веб-интерфейс в SuccessFactors, дергал там интерфейс, поэлементно находил нужную табличку, партил данные и загружал информацию о списке людей, которые готовы к онбордингу. И отправлял их обратно. Напрямую отправить в Кае возможно из IRPA, тоже сформировав нужный JSON, но, к сожалению, ограниченная возможность к интеграции IRPA, ну и сложность в нем тоже, оно снижает качество того, что видно в Кае. В Кае можно просто текстом ответить, а можно сделать готовые кнопки, например. Ну, то есть, чтобы это было не просто там полотно текста, а сообщение, у него есть кнопки, нажатие которых в ответ сразу реагирует интерфейс соответствующего мессенджера. Для этого надо чуть сложнее сформировать вызов, чуть-чуть его переработать, поэтому мы использовали промежуточное ПО самописное. В нашем конкретном случае это был просто скрипт на PHP, ну, PHP написан, но в целом это не важно, потому что это просто HTTP вызовы, которые кто угодно там может преобразовывать. То есть IRPA возвращает ID диалога, который он помнил в момент запуска робота, и данные, которые он загрузил с Access Factors. Наше самописное ПО преобразовывало эти данные в соответствующий вызов Кае и пересылал в нужном формате в Кае ответ. Кае мог либо, при этом он мог, было два варианта, либо отправить сообщение так, чтобы он переслал его роботу, а можно было отправить сообщение в зависимости от типа навыка, который мы запускали, можно было симулировать, как будто этот человек пишет в Кае, и Кае просто отрабатывал стандартную схему распознавания речи, поиск навыка, но отвечал уже пользователю, то есть мы таким образом симулировали вызовы. И как бы с точки зрения пользователя он видел, что он пишет сообщение в Кае, ему в ответ фразу «Да, я понял, сейчас я уточню все в Success Factors и вернусь к тебе с ответом». После этого происходило вот общение IRPA с Access Factors, допустим, минуту, и через минуту Кае возвращался к пользователю с фразой «Я посмотрел, там, к онбордингу готовы, там, раз, два, три человека, с какого начнем?» И, соответственно, пользователь там говорит «Со второго». И вот эта схема, которая изображена на картине, она повторяется второй раз там сверху, то есть только с другим навыком, типа «Теперь запускаем онбординг сотрудника такого-то». И робот тогда запускался, например, не всегда с Success Factors, а там с жирой или другими системами, в которых надо было выполнить процедуру онбординга. То есть мы там интегрировались с несколькими системами, но здесь Success Factors, но общая схема не меняется. В чем удобство использования этого Каи? В том, как пользователь обращается к этой процедуре. Он может начать с любого этапа. То есть он может не, как я писал, получить список, выбрать второго. Он может так и написать. «Запусти онбординг для Шашурин Ивана». Каи сразу поймет, что список грузить не надо, что мы сразу запускаем онбординг и запускает соответствующего робота. Если вот напишут еще подробнее, например, сделай для Шашурин Ивана заказ пропуска, то он сразу поймет, что процедура онбординга для Шашурин Ивана и не вся процедура, а только определенный ее этап и может вызвать соответствующего робота. И таким образом мы получаем такой гибкий интерфейс, который в зависимости от того, что просил сделать исходный пользователь, запускает разных роботов в разных системах и, соответственно, имеет такую красивую оболочку пользовательскую. Это вот про хакатон, в котором мы участвовали, ну, как бы просто как пример решения. Дальше в качестве экспериментов мы проводили устранение недостатка, которое я вот упомянул, что из коробки нету авторизации готовых для того, чтобы ее реализовать, то есть создать сохранение пользователя в боте, чтобы вот, например, я написал боту сообщение сегодня, мы с ним попереписывались, он понял, что я Шашурин Иван, когда я напишу ему завтра, чтобы он снова помнил, что я это я, а не как бы не какой-то новый пользователь. Потому что из коробки он запоминает только для Фьори, для других, например, Телеграма, он каждый раз забывает, несмотря на то, что я авторизован в Телеграме. Мы использовали такую вот концепцию, как изображена на схеме, то есть, как я упомянул, Кая разделена на две части, это бот-коннектор и сам как бы Dialog Engine, который обрабатывает языки. И с помощью настроек в веб-интерфейсе можно разрывать связи между этими как бы частями бота, вставляя промежуточное какое-то там middleware свое самодельное, для того, чтобы бот-коннектор не сразу в Dialog Engine свал, например, а сначала мне, а я уже решал, куда его дальше отправлять. Вот для Телеграм использовалась вот такая схема, что пользователь Телеграм-сервера пишет что-то в Кае, приходится какой-то текст и чат-айди, то есть, уникальный идентификатор чата, который авторизует данного пользователя на сервере Телеграма. Этот айд-шник не меняется, он зависит от вашего номера телефона, это некоторый внутренний токен. И бот-коннектор пересылает не в Dialog Engine, а на мое мидуэ самодельное. Он присылает туда текст, чат-айди и вот свой идентификатор conversation-айди, который он там присваивает. И мое кастомное программное обеспечение, оно смотрит, для нам пришел какой-то новый чат-айди, значит, новый пользователь, запросить у него e-mail, то есть, я в бот-коннектор отправляю готовое сообщение, пересылать пользователю вопрос, какой ваш рабочий e-mail. Бот-коннектор пересылает это в юзер-интерфейс, пользователь отвечает, мой e-mail такой-то, этот e-mail попадает в мой middleware, мой middleware формирует, например, валидационный код и отправляет по e-mail и отправляет пользователю текстовый ответ. Я отправил вам одноразовый код, пришлите мне его. Пользователь присылает валидационный код, который попадает на мое middleware, я сверяю, что для этого чат-айди сохранен такой-то e-mail, такой-то валидационный код я ожидал. Пришел нужный, значит, я опрувлю. Теперь я знаю, что этот чат-айди соответствует, например, такому-то e-mail, ну, либо другому какому-то параметру, который я могу верифицировать, то есть администратором либо еще что-то, там, это может быть справочник какой-то или телефонный номер, еще что-то, но в данном случае e-mail. И тогда при последующем общении, когда пользователь мне что-то отправляет, сообщение попадает тоже так же сквозь бот-коннекторов моего кастома middleware, но middleware находит уже, что этот чат-айди, этот чат-айди авторизован, он понимает, что это не какой-то новый пользователь, а существующий, прошедший верификацию, поэтому у него там доступны все права. И он, например, просто пересылает текст обратно в Dalek Engine, отрабатывает стандартные части по распознаванию речи, запуску навыков каких-то и так далее. Но при необходимости ответ возвращается обратно в middleware, и middleware может, ну, это просто, да, самописный код какой-то, и оно обогащает, например, какими-то данными приватными, которые доступны только для этого пользователя. Потому что я его авторизовал, я его понимаю, знаю, и я дальше пересылаю ответ пользователю. То есть вот таким образом, разорвав как бы кай на две части, поставив ну, свое промежуточное какой-то вот код, в этом коде я как бы просто добавляю логику по проверке e-mail'а и про сохранение внутренних каких-то идентификаторов, например, чат-айди, которые постоянные идентификаторы для данного юзер-интерфейса. И можно как бы не каждые 15 минут пользователя валидировать, потому что кай его забывает, а постоянно общаться, что достаточно удобно. Вот, это просто пример реализации авторизации, ну, которого, соответственно, из коробки нет, но в 2B они обещают, они ЦАП. Вот, ну, последний такой момент, это в целом, как предполагается сделать проект, это TSK, вообще они небольшие, предполагается, что около 10 недель нужно, чтобы сделать продуктивного бота, то есть надо определить какие-то идеи, то есть юзкейсы какие-то, которые будут авторизовывать бот, например, там, заказ HR-справок, бронирование переговорок, заказ пропусков в офис или еще какие-то там, ну, это если внутренние боты, зафиксировать архитектуру дерева диалогов, как предполагается строить диалоги, что, зачем следует и так далее. Определить обязательно заказчикам критерии, как мы будем принимать, потому что это искусственный интеллект только в названии, понятно, что там, это не искусственный интеллект по тьюрингу, то есть это ограниченная симуляция, поэтому это важный момент с точки зрения договорных каких-то отношений, ну, и техническая архитектура, где мы используем кай, где мы будем кастомный код писать и так далее. Дальше идет сам бот, характерная мысль в том, что обязательно дополнительное обучение бота должно быть с ключевыми пользователями и обязательно каждый диалог должен создавать более чем один человек. С чем это связано? С тем, что человек очень, ну, каждый пользователь и вообще вот все мы мыслим очень однобоко, в отличие там, от соседа, который мыслит там, принципиально по-другому. Например, у меня была идея, что я создавал бота, в котором надо было заказывать пропуск. И она спрашивала, на кого надо заказать пропуск? И человек отвечал там, на Шашурина Ивана. И после этого бот спрашивал, еще на кого-то надо заказывать? И снизу появлялась кнопочка завершить. Из расчета, что человек либо впишет имя, то есть кого-то еще добавить, либо нажмет завершить. В смысле, что диалог завершен, не надо больше ни на кого заказывать. Но люди в ответ на вопрос, надо ли на кого-то еще заказать пропуск, писали нет. Слово текстом набирали. То есть они игнорировали кнопку, игнорировали ввод фамилии, они просто писали нет. И бот должен был понять, что нет, это не значит, что это человек по фамилии нет или еще что-то. Надо понять, что это отказ в значении того, что не прервать диалог, а больше никого не надо добавлять в заявку, все, заявка закончена. То есть эта мысль меня не посетила как создателя, но когда я запустил ботом, многие сразу начали именно так отвечать, потому что такая формировка. Поэтому SAP рекомендует обязательно использовать по несколько человек на каждый диалог, чтобы разные люди пробовали разные тексты. Вот. Но здесь вот я некоторые ссылки привожу, то есть сам продукт для разработки он бесплатный, поэтому можно всегда зайти, потыкаться, попробовать. Есть SDK готовые для разных языков программирования на GitHub для того, чтобы вот API использовать, как я показывал с Middleware самодельным каким-то. Можно использовать как саппское облако и туда там все деплоить. Можно свои серваки использовать. И есть пример бота, вот то, что я упоминал, что я ездил на цикл семинаров по Кае, то там был пример бота и, соответственно, он готов, его можно открыть. В целом, платформа работает как GitHub, то есть вы регистрируетесь, можете форкнуть любое решение и попробовать сами с ним поработать. Ну, наверное, все. Я презентационной частью закончил. Спасибо. 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 В чате есть вопрос, насколько хорошо распознают голосовой ввод на русском языке и лучше ли, чем местные IP типа Яндекса. Ответ такой. Никак не распознает голосовой ввод. Такого функционала просто нет. То есть, как я упомянул в примере Ацапа, распознавание использовалось с внешним движком, то есть, исходно в платформе и такого нет. Есть перевод текста в токены, но нет перевода аудио в текст. То есть, есть готовые модели русского языка, которые там распознают какие-то ключевые вещи, что сегодня это да, а не просто какое-то произвольное слово. Там, падежи или еще какие-то там варианты. Поэтому просто Яндекс лучше, потому что у Каи нет этого функционала. Соответственно, второй вопрос был, есть ли возможность развернуть бота on-premise. В целом, нет такой возможности, нет, это только облачное решение. Единственный вариант это использовать вот такую архитектуру. То есть, когда вы интегрируетесь с внешней стороной своими силами в ландшафте клиента, логика реализована своими силами, и единственное, что вы используете, это вот движок распознавания речи, в котором можно настроить отсутствие сохранения данных, что у вас приватный бот, приватная информация, он ничего не будет лодировать, ну или будет лодировать минимально, ограниченное время в зависимости от настроек. И таким образом, ну, сделать более on-premise решение. Но здесь, соответственно, есть свои нюансы, что если вы логику сами реализовываете, то вы не используете готовые инструменты по созданию этих ботов. Если вы сами реализовываете коннект к юзер-интерфейсам, то в случае, если API поменяется, то надо, соответственно, самостоятельно апгрейдить будет. Вот. Все, вопросы закончились. Ну, в целом, я еще, наверное, могу там не то, чтобы есть много, чтобы посмотреть, но могу показать, как выглядит платформа. Видно, так выглядит сама платформа conversational.ai, то есть, это вот мой аккаунт. Соответственно, мы можем зайти в бота, все боты состоят, ну, вот есть варианты форкнуть, трейн, это обучить внутреннюю вот эту магию, доучить на те слова, которые вы попытались самостоятельно сделать, и вы настраиваете вот те токены, которые я описывал. Настрой, так как это все machine learning, то обучение нейронными сетями происходит, и чем больше, то есть, это нейронные сети, и чем больше вы дойдите туда информация, тем качественнее будет это все распознаваться. То есть, есть изначально обученная модель языка, и вы должны ее доучить, определять токены, нужные вам. Например, у меня есть мой бот, который там имеет три намерения. Это информация о погоде, например, которая там состоит, то есть, я вбиваю какие-то тексты, там, погода, как за окном, как на улице, температура, то есть, какие-то ключевые слова, которые связаны. Чем больше формулировок я там напишу, тем качественнее он доучится. Какие-то другие токены в виде поздороваться или там заказать пропуск. При этом, если заказывать пропуск, то тут там разные пометки, что это здесь связано с какими-то другими токенами. Сейчас эти посмотрим, сущности. Я пишу, что у меня есть сущности, мои самодельные, это дата, но я не стал использовать стандартную, захотел поэкспериментировать и сделать свою дату. Это фиу, это понятие я, то есть, если пользователь говорит слово меня, то это пропуск, который надо заказать не на кого-то, а именно на меня. Наверное, можно добавить больше слов и он будет лучше это распознавать. То есть, я пишу, что у меня есть такие-то намерения и такие-то сущности. И после этого я создаю навыки. Всегда есть fallback навык, это навык, который запускается в случае, если не подошел ни один из предыдущих. И говорю, например, навык заказ пропуска. Я указываю, что запускается этот навык тогда, когда он обнаружил намерение заказа пропуска. То есть, если есть такой тридер, то мы заказываем. Что есть требование, это, например, обязательно должна быть указана дата, и в случае, если ее нет, и в date missing, то написать сообщение, на какой день нужен пропуск. А если в исходном сообщении токен дата обнаружен, то он просто запоминает это и уточняющий вопрос не задает. И также должно быть либо фио указано, на кого заказывать пропуск, либо указано, что пропуск на меня. В зависимости от этого, достаточно чего-то одного, чтобы продолжить взаимодействие. И дальше какой-то экшен. Экшен в общем случае должен вызывать какой-то вероятно внешний API. Я здесь просто игрался с памятью, экспериментировал, поэтому здесь некоторый ответ пользователю, там заказал пропуск на такого-то человека, на такую-то дату, ну и разные игры с памятью. В случае, если экшены будут чуть сложнее, это вот наш эксперимент с хакатоном. вот, то здесь начинается достаточно много разных токенов с подтверждениями, да, нет, разноточняющие вопросы, человек может сразу исходный вопрос, просьбу написать, либо написать просьбу непонятную, и тогда надо будет что-то уточнять, и он может отвечать да, нет, какие-то такие слова, поэтому как бы вот эти правила if-else, они сильно усложняются, появляется много обращений к памятью и так далее, то есть просто более сложные. Вызов внешнего API, ну вот в частности IRPA мы вызывали, да, это происходит просто пост-запроса с OpenAuth Authorization, где в теле мы передаем JSON с определенными какими-то параметрами, которые мы обговорили, и на стороне IRPA подняты сервисы, которые готовы это принять. По итогу дальше есть присоединение к различным интерфейсам, для Hackathon мы также использовали например чат, то есть он дает готовый маленький HTML-код, который подгружает JavaScript с нужным токеном, с сервером в Кае, и в нужном месте у вас распорачивается чатик, который смотрит именно в данного бота. Ну и есть возможность потом мониторить в воде общение людей, какие намерения, точнее, какие навыки запустились, какие сущности, какие вероятности, на каком языке было общение, разные метрики смотреть и анализировать это. Вот, это показ системы. там кнопочка чат в бот, это вот прям можно это это режим отладки, да, то есть можно что-то ему написать. Можешь пропуск заказать сейчас, например, как это выглядит? Ну, мы можем попробовать вернуться в бот с пропусками. Сейчас мы тогда несколько секунд. ничего, что я тебя сбил? Нет, 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 все отлично. Тогда мы можем, первый вариант, да, можем отсюда пойти, то есть мы можем написать там привет, он определяет, что сработал, он что-то определил навык поздороваться, запускать экшены, ну, это некоторая отладка. Можно заказать закажи пропуск. На какой день нужен пропуск? То есть он определил, что это нужен элемент и так далее. Допустим, там 10, 11, 9, 20. На кого пропуск? На меня. Он заказывает пропуск, определяет, ну, он все еще в том же как бы навыке находится, и он просто заполняет анкету. А могу написать так, закажи пропуск на 11, 0, 9, 20, ну, или, допустим, 21, на меня. Ну, что-то не сработало, к сожалению. Непонятно, почему. А если так? дату определил, теперь не определил. Ну, к сожалению, демонстрация поломалась, прошу прощения, я не был готов. Не, весьма интересно, как он справа показывает интенты, скиллы эти все. Да, общий посыл в том, что он по идее должен подхватывать те навыки, то есть определить, определяя нужные вещи. Наверное, можно вот так вот еще использовать. и он будет рассказывать, что именно он определил. То есть вот, если, ну, это то было тестирование именно общения, а вот это тестирование токенизации. То есть я ему пишу закажи пропуск, и он говорит, что он обнаружил намерение Office Pass и обнаружил дату. А если у нас очень много всяких if, else, мы их можем откуда-то подгружать снаружи? Нет. То есть вся логика она в тексты обучения, но что-то пока мои тестовые боты не очень работают. Обучение происходит, можно подгружать, то есть импортировать тексты, если их много, и сап рекомендует по 50 и более текстов для каждой сущности брать, он должен уметь, ну, он умеет подгружать. Вот вся логика, к сожалению, она вся строится просто путем того, что ты создаешь вот эти все if-ы, else-ы, кликаешь, добавляешь, удаляешь, то есть все мышкой. Какого-то интерфейса программирования здесь нет, то есть это, несмотря на то, что это конструктор, который нуждается в доработке через middleware, он все-таки для консультанта, так скажем, который руками это все посмотрит. а этого бота выгрузить в файловом виде как-то можно или нет? Форкать я понял, что да, можно, а вот получить какую-то выгрузку? Я не уверен, потому что он не дает какого-то, ну, то есть сам бот, он же ничего не дает, то есть вся логика выполняется в платформе, и поэтому единственные способы это вот форкать боты друг друга и как-то смотреть там. Ну, здесь есть еще там система версионности ботов, можно там ветки делать в таком ключе. Понятно. Вот, ну, погода, он заходит, а, да, просто дайс, вон, я кликаю, нахожу и вычленяю время, вычленяю погоду. Вот, как-то так пробовали с CPI как-то это стыковать? Нет, к сожалению, у нас опыта CPI в компании, где мы это все делали, было немного, поэтому и на тот момент у нас уже был бот до Кай, сделанный самодельно, и он работал на PHP-коде на своем сервере, поэтому мы лишь, скажем так, Кай пытались прикрутить к тому боту и к тому серверу, то есть использовать атаках PHP не поддерживается в Cloud платформе, то мы в Cloud платформе ничего не загружали, поэтому ни CPI мы не использовали, ни это, то есть мы из самовских решений, вот IRP, SuccessFactors, да, это прикрутили, а так Кай достаточно изолированный в нашей жизни был. А есть какие-то описанные ограничения на вызовы API, там тайм-ауты, число вызовов, там и так далее? Ну, у него есть раздел Docs, в котором есть в том числе описание API, каких-то ограничений по числу, честно говоря, я не знаю, наверное, они существуют, возможно, они настраиваются, исходя из ценовой политики тоже. То есть в целом мы же платим за каждый чат, то есть чем больше вызов, тем больше будем платить, поэтому не уверен, что это большая проблема для SAP. Просто есть описание API с точки зрения структуры вызовов, какие-то методы деприкейтед, они развиваются, там раз в несколько месяцев выходит новая версия платформы в таком ключе. Что бы ты хотел в этом продукте новое получить, что прямо сейчас не хватает? По-моему, ты какое-то упоминал, да? Да, самое главное на мой вкус, чего не хватает в этом решении, это вот авторизация из коробки, потому что идея того, что пользователь должен каждый раз авторизовываться через какой-то там смс одноразовый, через одноразовый логин-пароль или еще что-то, это невозможно. То есть я зашел в свой телеграм, я зашел в свой скайп, я уже авторизован, почему бот меня не узнает, для меня это как бы максимально недопустимая технология, а все-таки бот внутри Fiori, это мало где применим, то есть это только внутренние боты, но в компаниях часто, если это внутренний бот, то, например, там заказ справок или там заявление на отпуск, узнать, сколько у тебя отпускных дней за DNS, например, полезный бот, стильно, модно, молодежно, но во Fiori, например, очевидно, не всем лицензии дают сотрудникам компании, а по отпускам всем интересно посмотреть, и какие-то интерфейсы уровня Telegram или Skype, они гораздо доступнее потенциальным клиентам, и там авторизации нет, то есть там надо пользователь будет каждый раз городить какую-то схему, вот как я нарисовал вот здесь, поэтому я считаю, что без этого решение, конечно, сильно ограничено, но остальные это уже со временем разовьется, но они обещали, что это будет когда-то, поэтому. Коллеги, еще вопросы какие-то? Ну, видимо, все, Иван, спасибо большое за доклад. Да, не за что. Очень интересно, мне было очень любопытно взглянуть, как это устроено. И, коллеги, тогда через 20 с лишним минут в 3 часа